Яркое солнце с утра, перезимовавшие зеленые кедры, хотя, конечно, вот что-то падало, сломало ему немного ветки, но это пройдет. Зеленая травка пробивается, которая, собственно, всю зиму так пролежала под тонким слоем снега и остатки снега. Хотя минус три холодно, но для апреля снега практически нет. Это вот мой скраб скромный, ну, кроме рюкзака, шашлыки, немножко хлебушка, плюс всякие ботинки, железяки на базу, и я иду открывать сезон новый. За всю зиму так и не удалось сходить, из-за того, что были просто дичайшие морозы, и как бы не располагала погода, и были проблемы с компанией, с транспортом. То есть добраться сюда, морозится, минут сорок морозится, как бы кайфа мало, до того, как от остановки ближайшей дойти до лесу. А чтобы гонять на такси экономично, компания не набиралась. Ну и плюс хондрила расписания. Но, тем не менее, я вот еще застану лед на речке, то есть лед еще очень большой, крепкий. Хотя и ставило все сверху до 15 апреля. Еще лед такой, что по нему можно переходить с берега на берег. Хотя, вот здесь вот уже он тонковатый. Вот, где вода. Ну, посмотрим. Стоит уже дней 10 теплым. Тает на Амуре, как вы помните, крайние мои съемки с Амура. В Хабаровске запретили ходить по Амуру. Здесь у нас, в принципе, тоже, ну, народ ходит пока. Но тут не Амур, тут горные реки. На горах лежит снег. Сегодня вот с утра стоял. Люди едут на горнолыжку, которую я в этом году тоже ни разу не посетил. Нет, все-таки тепло. Ой, уже сверху вон протаяло. То есть уже лед утонул, намок, а сверху вода. Удивительно. В общем, не по сезону полугодия, не по сезону оттепель. Очень интересно смотреть сюжеты с Москвы, где там снег падает. Или с Нижнего Новгорода, где сантиметров 15. А тут уже просто как на 1 мая погода. Как числа где-нибудь 20 апреля. Вот такая вот. То есть опережаем на 2 недели точный график. Классический погодный. Ладно, я выключаю. С вами вот Юрьевич. Пошел я как бы дойду до реки, там сниму сюжет. Все равно сейчас будут опять кричать, что камера трясется. И прочее, и прочее. Но не так просто идти по вот такой вот кривой дороге. К тому же она местами подмерзла, а местами очень даже нет. Очень даже проваливается нога. Плюс еще гравий тут осыпается. Летают птички всякие. Хотя что-то они не поют. Ну может солнца еще мало. Ну много их. То есть уже пахнет весной. Ищут всяких паучков, червячков. Насекомых конечно нет еще. Хотя могут клещи уже ползать. Бывает такое. Вот иду и проваливаться. Все уже. Там где ил гниет, создавая тепло, там проваливаешься в грязь. Аж похрюкиваю. Без четырех минут девять. Да, я офиглеваю. Что творится. Река уже течет. Уже все промыто. То есть уже ни о какой возможности перелез на другой берег. Разговора, наверное, найти не будет. Вот смотрю, там течет промоина. Сейчас ближе подойду. Он уже. Все по центру промыто. Это такое обычно в районе где-то 12-15 апреля. А сегодня только, сами понимаете, какой в принципе, можно даже и рыбачить пробовать. Ну я с разведкой иду, поэтому рыбалка от нас не убежит. Это вот спилить всякие торчащие палки, которые я зимой хотел, увы, не вышло. Да, и они останутся на этот сезон. Если, конечно, чудо какое-то не поможет. Не скует опять льдом. Но такую речку сковать льдом, это надо очень большой мороз. Градусов 15-20 минимум. Вот зайду сейчас посмотрю. Все оно, конечно, вот торчит. Это вот плес, где кита не рестилась, как я снимал. Главное не провалиться, потому что такой подмытый лед. Тут глубины очень неплохие. Ну, конечно, воды сейчас очень мало, крайне мало. Но это не значит, что не провалишься. А, кстати, оно, наверное, там и стоит подо льдом. Чурленок вполне может стоять. Ну, перейти может быть и можно. Но в болотных сапогах у меня обычный. Потому что не стал я брать болотный. Думал я, конечно, что таких разводьев нет. Потому что горы выше от города. Но, как говорится, ошибся. Ошибся. Причем это уже не неделю. Это недели две уже разводи. Потому что вон какой промыв. Лед совсем тоненький на краях. На ночь не вымерзает. А здесь вот он лежит, где я стою. Тут он толстый, зимний. И запели птички тут же. Так, а это там камень или бревно торчит? Бревно торчит. Удивит меня мой водопад, наверное. Ну, ладно, еще каких-нибудь 15 минут ходу. И буду я на месте. Вон там что происходит. Да. Климат меняется. Природа удивляет. Но если сидеть в городе, не видеть окружающих чудес, то можно смотреть в ящик, в компьютер. То можно так и жизнь пропустить. Не чувствовать этого дыхания. Живого дыхания. Происходящего вокруг. В мире и в природе. Ну вот, забрался я наверх. Слово паразит. Да, вот течет. Там, наверное, по пояс не меньше. Река. Но даже здесь вот я. Рыскнуть. Ну, зараза, не могу я тут перейти. Под берегом глубоковатое и тонковатое. Самая глубина вот тут под берегом. Ну, ладно. Идем по тропе. Ничего не придумаем. По тропе просто удивительно. Снег везде расстал. А на тропе он лежит. Обнаружил следы. Кто-то тут ходил. Любопытный. Ну, старый, зимний. Кто-то из людей. Охотник, натуралист. Вот здесь можно перейти. Тут вот тоненький. Как бы охота пройти, посмотреть, что там. Ладно, не будем испытывать судьбу, потому что сапоги короткие. Просто можно на перекатах забуксовать. На легких, к тому же, груз. На снега вообще нет. Вот ложбинки. Подо льдом все, надеюсь. Может, мелькнет кто-нибудь. Не, не мелькает. Наверное, особого половодия не будет, потому что снегу мало. Хоть в горах там тает, но такого вот явного, когда вода мутная, бежит, смывая все поток, поднимается, вздувается. Этот год, увы, не такой. Вон там. Вот, а здесь вот, где течение, тут она активна. Причем и глубина не маленькая. Тут она промывает очень мощно. Так. Ага. Вот это похоже на упавшее, свежеупавшее. Да, вот этот куст, не было вот этого куста. Сгнил, упал, уронило. Ну что ж, идем под. Вот тут вот и пила нужна. Под. Дальневосточная весна. Значит, можно березового соку раньше ожидать. Так же на пару недель. А вон, кстати, и береза лежит, вывернута. О, тут вот где яма как измазала. Тай, вовсе подмытый берег. Ага, вот где можно перейти. Перекад совсем мелкий. Рыбок пока не видно. Они, конечно, не дурные лезть на открытую воду. Ну, незаметные. Хотя на Этурупе, на Сахалине уже рыбалка приедет. Ну, там морская заходит. Кунжа, Мальма, поэтому. Рыбалка там в ручьях, она уже приедет на нерест. Тут на Хариус Ленок тоже сейчас попрет на нерест в Верховье. Вот я и на своем месте. Ну, кто-то все-таки лазил на биваке. Вот, видите, костер жгли не там, где надо. Что за люди, уроды, вывернули кое-что. Дрова, конечно же, люди не поленились. Все, спиздили, мягко говоря. Видите, дров вообще нет. Вынули тут немножко то, что было. Ну, как говорится, не без урода, да. Ну, что поделать. Ну, ладно. Будем жить дальше. Рыбачить. Извините за такие фразы. Вырывается просто. Сейчас пойду проверю. С другой стороны, да, действительно, вот, насколько ленив наш народ. Иногда удивляешься. То есть забывают уже основные заповеди таежные непакости. Если ты берешь чего-то, положи взамен. Да, ну, как бы, увы, эпоха. А вот речка. И здесь, наверное, не перейти. Тут тоже, где течет, уже подмыто. Грустно, конечно, но... Это уже не старая добрая Россия, да. Уже объяснять приходится элементарная вещь стволами, кулаками, матами. По-другому никак. Ну, в принципе, рискнуть можно и перейти. Но, опять же, сапоги надо посерьезнее. Буру нам будет захлестывать. Ну, тут лед потолще. Хотя течение тут быстрое. Ну, там вот яма. Здесь еще пока нет. Не тает. Дико извиняюсь. Ну, может, я там пикалку вставлю. Огорчаешься в лучших своих, как говорится. Вот удивительно, все-таки магнит работает, да. То есть, казалось бы, место заброшено. Нет, кого-то аж притягивает. Вот, хотя особо народу тут не было. Это такая магия своеобразная. Внутренняя чуйка человека. Ладно, хоть не сломали, не сожгли тент на вес лежанку. Потому что заново строить это дня три надо, четыре доски настрогать. Не говоря о том, что тащить пилу, расход всего. Ну, тут еще. Вот тут уже типичное. Ну, хотя он поверх утечет. Лед все равно упал вниз. Интересно, как там на водопаде? Ладно, схожу позже. Сейчас надо притащить инструменты, топор. Процесс запущен. Вышел, конечно, с дровами. Нехороший момент. И плюс еще твари, которые тут гостили. Я их по-другому назвать не могу. Слышите, твари? Они украли у меня пилу и топор. Соответственно, я просто... Ну, то есть, не говоря о том, что нет дров, да. Ну, нет дров, ладно. Можно было, простить. Может, люди замерзали тут или же все. Ну, короче, уворовали еще. Ну, и я вот без инструмента. Ну, слава богу, тут сучков полно. Ну, конечно, приятней. Нормальные, хорошие дрова, да, в размер под мангал. Рубленые класть на угли. Чем вот первые попавшиеся сучки. Ну, ладно, переживем. Чай на лид. Можно пока горло промочить. И был у меня тут еще инзяк небольшой. Грамм 100 водки. Как удивительно, но водку выжрали. Может, даже водка это и маячок. Я даже примерно знаю, кто он. Ну, как бы, грустно, конечно. Что люди такие бессовестные. Причем абсолютно не молодые. То есть даже старше меня, наверное. То есть лет так под 60-65. Это вот все отрыжка социализма. То есть СССР. Всем, кто хвалит СССР, думает, почему он развалился. Вот из-за таких уродов, короче. Которые только тащили под себя. Ни хера толком не делали. Подсиживали других, как бы. Ну, ладно. Все-таки я уже переобулся. Думаю сходить сейчас. Ладно, сделаю мясо. А потом схожу в сторону, где водопады. Причем это все было уже, когда сошел снег. То есть не зимой, потому что у меня там маскировочная белая ткань прикрыта была. То есть обнаружить можно было, либо человек знал, что у меня тут база. Ну, то есть и знакомых рыбаков. Потому что обнаружить это наугад нельзя было. О, какая ямка. Течет поверху вода. Было желание вот это вот допилить палку. Уж больно она хорошо. Сейчас высохла. Потом вода прибудет. Это все будет вот так встык. Палка будет в воде. А так как бы не помешало. Ну, ладно. Сейчас пилу я сегодня не брал. Бензо. Да и пила бензо без топора тоже плохо. Тут как бы все по-прежнему. Особых изменений нет. И там вот я хотел пропилить, но уже не получится. Уже все уже рыхлое. Вон ту палку хотел укоротить торчащую. Мешает забрасывать. Она как бы наклонена неплохо, но ее в половину по-хорошему укоротить надо, потому что... Причем это можно было сделать даже ножовкой. Но ножовку тоже украли. К сожалению. Вот смешно, да, казалось бы, страна. Тайга. Ну, воровство это. Пропитано вот этот эгрегор нездоровый, этого нездорового государства, которое, где каждый сам за себя, где все тащат, подсирают друг к другу, как бы он, конечно, фатально витает. И при этом стучание в грудь, уже патриотизм. Ну, после того, как в намечающейся войнушке якобы быстрой жидами это все опять сольется в очередной раз. Радостного будет мало. Наперед выйдут другие ценности. Они уж, конечно, и пробиваются. Но это вот поколение, надеюсь, будет быстрее сдыхать, уходить с торпюра фалшных, которая разложила, собственно, все. Начальнички и прочие кадры паразиты. Несмотря на все неприятности, которые, ну, чисто такие житейские, процесс гастрономического колдовства стартанул, идет по плану и, в общем, уже подходит к концу. Вон так кипит жир. Сегодня немножко жирное мясо, ну, ничего. Уже прилетели на запах вороны. Птички кунашевские соловьи кунашевские поют. Так, это вот. Я уже успел тут полениться, поваляться. Желание, конечно, был бы топор, я мысля была прорубить тут сход и скупнуться, но, увы, короче, не вкатило, не фартануло, короче, а без топора не подрубишь. Лед очень острый, вон он полетел, соловей. Сейчас сядет и будет смотреть. Проголодались за зиму, что там говорить, все по помойкам, по помойкам, хочется свеженького чего-то. Земля оттаивает, чувствуется, что вот уже она мягкая, гравий, он и не течет по дне, то есть так проваливается. Греет, конечно, очень хорошо, сейчас где-то опять тепло, а будет, наверное, и все 10 в обед. Это каких-то 10.05 сейчас. Не могу далеко отойти, потому что сгорит мясо. Вот просто покажу. Ну, конечно, течение сейчас слабое, прям идиллия сплошная. Ну, и рыбачься, кстати, интереснее, по-небурному, она будет не спеша плыть, мушка, соответственно, вероятность, что схватит больше. Ну, и ту же блесну интереснее кидать, хотя, конечно, мелковато, но не успокаивается. Так, хотел я еще палочку отломить, то у меня там сухих нет. На второй заход меня товарищ не пошел сегодня, звал его, но он сослался. Ну, на самом деле, просто решил дрыхнуть и второй товарищ тоже на машине втупил. Ну, как говорится, товарищи тупят. Город есть город, лень пожирает, сжирает мозги и все остальное. Это у мужиков про баб я вообще не говорю. Ленивые тетки просто дохренение. Гума хватает только губы силиконом надувать, да? Ой! И ужасную косметику, убивающую кожу покупать. Ну, все, процесс готов. Так, а это что? Это первый комар утонул в чай. Вот еще нам комаров не хватало. В принципе, можно даже с ночевкой ехать через неделю. И не на эту речку, а на более крупную. Ну, ладно. Всем хорошей весны, мир, труд, май, и чтоб там этот сдох скорее, который лежит там в коме, существо. Вешеные воды бурные, но чистые, в отличие от Центральной России, где мутный поводок. А там вон видны антенны. труба ТЭЦ, от которой я стартовал пешком сегодня. Вон антенна. Натяжка, одна из растяжек стоит. антенного поля, которые неработающие передатчики. бегу, поворачивайся, а то там дымок такой. Отлучаться нельзя. Вторая серия, стоит вторая партия, сменщика нет. Ну, вот уже гореть начал. так, поворошить слегка или полить. Угли великолепные, как ни крути, ветки сухие, поэтому все изумительно. Но чуть-чуть придется полить, чтобы не горело. чтобы не сохло. Столик, стульчики, лежанка абсолютно сухая. Ох, как оно красиво. Все, вот жду, может выскочит норка тут живет. но не хочет она появляться даже на запах мяса. А запах, надо сказать, великолепный просто. это вот распорки дополнительные для растяжек. Ага, вот это курильщики, так их осталось. От моих воров. Вот уже верба расцвела во всю. вот я на месте основного русла самых мега заломов. И, конечно, вот видно, как ломается прям лед на глазах, тает. вот прям отвалился кусок, он плывет. Вот это нагромождается, создает плотины под ямами. Лед очень толстый, но, тем не менее, вот река берет свою. По основному течению она льдины сносит, забивает. это, слава богу, что, как говорится, малая вода, а то бы она уже вылезала из берегов вот так бы вот, под запруду. Крайне интересно. И он, конечно, коварный, то есть он уже вон слоями видно, да, протачивает его, он весь вертикальный. Сверху вода, снизу. Тут вроде еще крепкий, хотя тает уже. Опять я переобулся, потому что в кроссовках скользит. Вон камень протаял, ушел на дно, нагреваясь. Ну, еще лежит на дне люк, поэтому рановато для рыбы. Несколько позже она паяется. Может, недельку, когда уже камушки чистые будут. Но все равно. Ну, вот это мегаяма. Сейчас она, конечно, не такая большая, тем более тут перекат, конец, да. Хотел я отпилить вот пару бревен, но уже вон-то, вон, чуть-чуть отпилить надо было. Можно было, конечно, зимой отпилить, но не нашел времени. Вот как струится вода. А тут вот достаточно неплохо где-то. Вода не такая быстрая. Хотя все равно она промывает. Сейчас дойду я. Да, конечно, кусок бы отпилить. Вон тут ветку высокую просто. Вот неудобная, которая вниз свисает. Большие-то не мешают, а наоборот. но с другой стороны интересно, конечно, так прогуляться. Так, кто это втыкал? Это так и осталось, да? Вот, принесло что-то. потому что, когда вода тут течет, пилить, тут акробатический тюд просто. Но тут тоже тонко, тут как бы может рухнуть кажущаяся прочность сомнительная. учитывая, что тут вон видно, да, могучее течение. Хотел я дойти вот до того острова. Что-то там набросано. Но это явно не камни, что-то кишки может какие-то. Для камней высоковато. Сейчас посмотрим, может кто-то кого-то сожрал. Так, а я ходил как? Я ходил вот по тому бревну, вот этого. Как же я переходил? Я переходил, я помню, что я тут скакал. Даже удивительно. Какой-то из этих бровен торчало над водой, я по ним ушел. Будем считать, что вот это. Может его сломало льдом просто. О, паучки выскочили. Значит, уже и насекомые появились. Вот, снимаю специально для вас. Все раз показать. То есть это по мере замерзания вода уходила наверх, 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 подмораживала, то есть вверх. А сейчас она протаяла, резко ушла опять в канаву. И, соответственно, ну, сейчас я тогда вот так до тополя дойду, там, перелезу и вернусь. Придется мне спрятать телефон, потому что тут не все так просто. Ближе к берегу держаться и скользкой можно ухнуть в грот пустой. льда там, конечно, воды немного, но неприятно. Сам процесс неприятный. А там вот снежник, ледник, все закрыто еще никакой, хотя лед под своей тяжестью трескается, пусть просто лежать ему не на чем, вода уходит вниз, он подтаивает и трескается. Запроски ледники. Сторона тут солнечная, если бы тут были деревья, оно полежало долго, а сейчас вот грохот какой. У меня мысль была пойти мои блесны поискать, застрявшие, но при таком слой льда навряд ли их вытащу. Так, а я переходил по А, ну вот сюда я переходил на остров. Ну вот это я тоже хотел отпилить, но не получится. Просто пару, как говорится, веток, чтобы по нему можно было ходить летом. Плюс они длинные, можно было даже две параллельно положить нормальный настил. Вот здесь вот мутор находить достаточно. можно, но муторно до вот этого гравия. И туда дальше. Ну-ка, сейчас. Ой, боюсь, сломается вон та верхняя, на которой держу, она трухлявая. Неприятная все на меня ухнет. И там вон какие стены. То есть как была запруда, ага, ну вон провалился. Не, не долезу я туда. Там все плитами засыпано ледяными. вот это вот запруда. Но ее главное не видно, что ее засыпало снегом и она таять не хочет. Ладно, пойду на другую сторону. Сейчас попробую так. Следов вообще не видно, то есть люди тут не ходили. При этом река во льду, да, на берегу абсолютно сухо. все таки придется мне зацепился убрать. У меня еще рюкзак за спиной. Выверты в общем такие веселые. Дальний Восток. Ну, опять перешел я по бревну, то есть не по бревну, можно сказать, по умирающему тополю, по этому гигантскому, на другой берег. да, вот это бы отпилить чуть-чуть верхушку у него, потому что верхушка она тоже мешает забрасывать. Он то торчит, рыбу не закрывает, неудобно. уже была ножовка даже которую украли. Я бы мог сделать полезное, что потом отпилить невозможно, не залезть по нему, учитывая уровень воды подымется. Ну что, рискнул. В принципе, ага, типа это камни торчат. Если тут до камней это можно было дойти. Но откуда они взялись, их все-таки впечатление, что их принесло водой сверху льда. Потому что я лестницу ставил, чтобы залезть на вот это бревно. и она достаточно с метра была величина высотой. Даже метр двадцать где-то. Впечатление, что вот кто-то вроде как ходил похоже на следы проталин. Ну вот я кружок сделал. Заходил я по этому бревну перешел обратно. двигаюсь на лагерь. там чаек подходит кипяченый. Все покажу. Вот такие вот бревна. Двухвековые тополя. это тополь упавший тоже. он от старости такой вид имеет крайне красиво. Лет 250 мм. Вот это вот ясень тоже очень старый лет 150 это вроде тоже ясень вот этот там черная береза и все остальное. о и тут не пройти забыли. Да вот большая вода как росла выворачивала все с корнем пробивала боковые протоки. когда тут был прорыв дамбы 80 километров выше на горно обогатительной фабрике и с нее утекло. Сель практически смывала мосты выше на 40 на 30 километров по реке. Ну если брать по реке то 40 чудило в общем. И вот потом еще было 2-3 здоровых палатка и они добавили еще к этому разрушения. И в итоге вот картина абсолютно стала сумасшедшая изменилась. То есть такие якутские пейзажи. Да вот кто-то ходил следы пару недель назад. Ну там я уже не перейду. Возвращаюсь на построенную осенью вот эту вот и иду к лагерю. Забираюсь на берег. А так она у меня в воде была вот по этой. То есть это сейчас просто насколько маленькая вода. То есть нижнюю часть была в воде. Это при среднем уровне. Те камни все. Снег просто в ямках остался. и то там подним тает уже. Вот на тропе лужи глубокие. Тоже тополь. Вот ну а вот понемножку под звук поющих птичек проснувшихся двигаю обратно. И вот такой вот парадокс. Вот сопка на ней вообще снега нет. Южный склон юго-западный. Вот сейчас просто покажу парадокс вам. Из серии почему так. Вот это я тоже складывал. Кто помнит осенью снимал костерок запасной. Ну то есть на случай просушиться там мало ли что бывает бывает там можно и сапог проткнуть и что-нибудь искупаться чтоб на базу не идти чтоб лежал как бы только поджечь все загорелся. никого не было никто не трогал. а на базу значит приперлись сухое все можно вон дрова рядом как бы можно пользоваться. Ну вот такая вот картина мне уже надо двигать вот сюда на тропу к остановке я так не спеша иду сапоги снял потому что неудобно у них жарко да и особо в воду не залезешь по снегу я уже в принципе где хотел сходил вот какие бревна шикарные между ними тут были протоки вот сколько пропадает леса хорошая вон береза доски делать хорошая прямая а там вон уже река вскрылась там уже лед на дне лежит может его не унесло он там на дне лежит но уже она полноценная самое быстрое течение тут одним руслом идет здесь вот перекат и дальше начинается ну течение вообще нет вот он перекат течение вообще смешное даже осенью было быстрее когда замерзала когда я тут ходил последний уже как бы до рыбачива он не он не Продолжение следует...